Несколько человек арестованы в Иране по делу о сбитом украинском лайнере. Об этом сообщил представитель Верховного суда Исламской Республики, добавив, что бортовые самописцы самолета уже отправлены на расшифровку во Францию. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что все виновные в этой трагедии будут выявлены и наказаны. Он заявил в парламенте, что масштаб катастрофы требует особых мер. Судебная власть должна сформировать специальный трибунал с Верховным судьей и десятками экспертов. Это необычный случай. Весь мир следит за ним, сказал Роухани. Кризис в Иране, где к тому же начались антиправительственные протесты, вызывает тревогу в Европе. В связи с тем, что напряженность в регионе растет, Брюссель призывает к бдительности и осторожности. Исходя из имеющейся информации, наши рекомендации по безопасности в нынешних условиях заключаются в том, что следует избегать пересечения воздушного пространства Ирана на всех высотах до дальнейшего уведомления, сказал представитель Еврокомиссии Стефан Декерсмакер. К международному расследованию присоединились канадские эксперты. В Оттаве говорят, что Тегеран пока полностью сотрудничает. Кэти Фокс, глава Канадского совета по безопасности на транспорте Канады, заявила. «С самого начала стало ясно, что Иран разрешит нам играть более активную роль, чем обычно. Например, пригласив следователей совета участвовать в загрузке переговоров в кабине экипажа и анализе данных полета». Присутствие иностранных следователей на территории Ирана и особенно во время протестов – беспрецедентный случай для властей Исламской республики, обычно не приемлющих внешнего вмешательства. В иранском генштабе заявили, что украинский самолет приблизился к важному военному объекту. Ожидая удара США, его приняли за вражеские.